всем привет добро пожаловать ко мне на канал сегодня будем готовить торт зебра или кекс все по разному называют давайте начнем для начала нам понадобится 150 грамм сахара где-то стакан небольшой затем понадобится сливочное масло или маргарин у меня здесь получается 180 грамм я буду использовать чуть больше половины затем нам понадобится какао 1 столовая ложка 300 грамм муки но мы будем использовать 250 грамм муки и 50 грамм отдельно будем сыпать белое тесто чтобы оно было гуще чем коричневое в процессе вам все покажу разрыхлитель для теста 10 грамм примерно столовая ложка также щепотка ванилина 3 яйца и стакан кефира 220 миллилитров также можно насыпать щепотку соли по вкусу также нам понадобится две миски отдельные для того чтобы делить тесто на белое и коричневое и также нам понадобится миксер либо просто венчик для взбивания давайте начнем в первую очередь нам нужно растопить сливочное масло в микроволновке или маргарин и и затем будем смешивать и взбивать с сахаром и добавлять щепотку соли для начала вот мы растопили масло вливаем масло затем всыпаем сахар добавляем щепотку соли затем все нужно тщательно взбить миксером затем добавляем 3 яйца и также начинаем взбивать всю массу взбиваем всю массу около 1 минуты затем потихоньку начинаем вливать кефир также начинаем взбивать массу мы будем сейчас добавлять разрыхлитель и муку также не забываем что муки мы добавляем 250 грамм 250 грамм мы будем добавлять 250 оставим где-то примерно остальное для белого теста как я и говорила высыпаем муку 50 грамм я оставила на белое тесто сейчас будем смешивать и делить его на два для этого нам понадобится как раз таки вторая миска сейчас будем взбивать данное тесто у нас должно получиться вот такое вот гладкое тесто затем мы берем вторую нашу миску и будем делить ровно наполовину если у вас есть весы можете лучше поделить весами я примерно буду делить на глаз как вы видите я поделила тесто на две части сейчас будем в одну из них высыпать 10 грамм какао наверное вот эту поменьше емкость а сюда добавлять вот эти остатки 50 грамм муки может быть чуть больше я добавила столовую ложку какао примерно с горкой и затем сейчас все будем смешивать вот такие две массы у нас должно получиться сейчас я буду добавлять сюда муку остатки 50 грамм и также взбивать все миксером не знаю заметно вам или нет туда где мы добавили 50 грамм муки еще дополнительно для того чтобы это тесто было гуще чем коричневое оно стало такое тягучее а вот это немножко более жиже теперь берем нашу форму я обычно беру две столовые ложки одно для коричневого а второе для белого теста начинаем готовить если хотите можете смазать маслом фольгу или пергаментную бумагу и начинаем выкладывать тесто нужно в центр вложить две столовые ложки теста желательно немножко вот так вот распределить его теперь берем две столовые ложки коричневого теста также помогаем так в серединке немножко распределиться тесту теперь две столовые ложки белого и таким образом чередуем до конца в конце кстати можно уже ложить по одной столовой ложке так как уже будет верхушка в принципе нормально будет вот такая вот масса у нас должно получиться теперь берем шпажку и делаем рисунок у меня конечно все расползлось немножко в сторону ничего страшного такой вот рисунок у нас должен получиться мы уже заранее разогреваем нашу духовку до 180 градусов 10 минут и затем будем ложить наш торт примерно на 40-50 минут в зависимости от мощности вашей духовке наш кекс или торт зебра готов сейчас будем разрезать посмотрим как получилось внутри для того чтобы узнать испекся он или нет нужно проткнуть зубочисткой если она сухая не липнет и легко выходит значит все пропекло разрезали наш пирог торт и вот такой вот красивый в разрезе он получился полосатенький как зебра на этом у меня все не забывайте подписываться на мой канал ставить лайки ставить хэштеги Акурави мне будет очень приятно увидеть что вы готовите по моим рецептам всем спасибо за внимание увидимся в следующем видео пока пока чао чао в следующем видео